Шнуру помогли Лабутенны, а Лазареву Евровидение. Форбс расставил по местам заработки российских знаменитостей. Кто первый и на чем зарабатывали звезды, расскажет Юлия Макарова. Итак, номер один, как и в прежние годы, Мария Шарапова. Спортсменка за год обогатилась почти на 22 миллиона долларов. Но впервые за последние 11 лет она заработала меньше потребления мельдония и дисквалифицировали. Рекламные контракты с ней разорвали сразу несколько крупных компаний. Но, правда, это были не все ее спонсоры. При этом большую часть денег наша Маша как раз на таких контрактах зарабатывает по примерно 20 миллионов в год. Пока она остается и богатейшей знаменитостью в стране, и одной из самых успешных женщин в России. Состоянием в 240 миллионов долларов. Григорий Лепс не покидает тройку лидеров. За год он успел заняться делом, не связанным с музыкой. Выпустил дебютную линию украшений. Ранее занимался только часами, очками. А еще открыл собственный продюсерский центр. Итог 9 миллионов долларов. Правда, и у него доходы чуть снизились. Но это время такое. Если сложить заработок всех звезд, то он будет ниже, чем годом ранее. 164 против 174 в прошлом году. Шнур. Теперь давайте о нем поговорим. Он, как всегда, нарушает все законы и разрушает все стереотипы. Мало того, что он ворвался в тройку лидеров из третьего десятка, да еще и значительно увеличил свой доход в три раза практически. Посмотрите, 11 миллионов по итогам этого года, который запомнится нам лабутенами. Клип просмотрели более 80 миллионов человек только за пять месяцев. А теперь еще появился в Питере пить. И уже по 15 миллионов просмотров в месяц. Шнур берет уже по 100 тысяч долларов за выступление и зарабатывает на рекламе. Ну, например, таблеток для мужчин. Это еще по разным оценкам. В среднем 150 тысяч долларов. Сергей Лазарев тоже неплохо заработал за этот год. Больше, ну, вот практически даже полтора миллиона долларов. Спасибо, конечно, Евровидению. Интересно, а как вырос бы его гонорар, одержи он победу в конкурсе? Ну, еще одного певца отмечу. Год назад Форбс его и не знал, а тут сразу место в первой десятке. Егор Крит. Самый-самый успешный новичок. Его хит «Самое-самое» признали лучшей песней года в рамках музыкальной премии. Миллион рублей минимум уже стоит его выступление. Неудивительно, что за год набежало 3,5 миллиона долларов, то есть больше 220 миллионов рублей. Также ворвался в рейтинг Даниил Квят. Лишь в конце списка он находится, 47 место и миллион долларов. Но, тем не менее, это один из самых молодых представителей списка. Спортсмену всего лишь 22 года. Прошлый сезон для него был удачным. Спортсмен стал первым в истории россиянином, который поднялся на второе место пьедестала на этапе королевских гонок Формулы-1. В рейтинге оказался еще один спортсмен. Игорь Акинфеев, единственный из российской сборной, кажется, справедливость тут восторжествовала. По итогам Евро-2016 к нему, пожалуй, к одному у болельщиков нет претензий. Он стал лучшим игроком сборной России на чемпионате. 3,2 миллиона долларов и никаких скандалов по поводу трат этих денег. Ну, хотя по другим данным, многие российские футболисты получают больше Игоря Акинфеева, в том числе и Александр Кокорин. Причем значительно больше на 2 миллиона долларов. Ловелас Форте. Капсулы для настоящей.